Продолжается капитальный ремонт Красноглинского шоссе по федеральной программе безопасной и качественной дороги. Специалисты приступили к укладке выравнивающего слоя. Работы ведутся ночью, движение осуществляется по реверсивной схеме. По плану проезжая часть расширит с 10 до 16 метров, в каждую сторону будет по две полосы. Также здесь оборудуют тротуары, проложат ливневую канализацию, установят уличное освещение. Еще на двух фонтанах бульвар на Старозагоре установили подсветку. Перед этим специалисты вскрыли облицовку оснований фонтанов и просверлили гранитную чашу. Провели дополнительные провода и установили светодиодные лампы – красные, зеленые и синие. Срок службы не менее пяти лет. Еще два фонтана оснастили подсветкой в прошлом году по программе комплексного благоустройства бульвара на Старозагоре, выполненного по инициативе главы города. Проспект Металлургов ремонтируют по федеральной программе безопасные и качественные дороги. Работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению. Ремонт делают картами, перед укладыванием срезают верхний слой покрытия, очищают поверхность от мусора и пыли и затем наносят асфальтную смесь, разогретую до 150 градусов. Работы ведутся на участке между Алма-Атинской и Каховской. Общая площадь – 31 тысяча квадратных метров. Дорожники также отремонтируют люки, колодцы и ливневки. Работы на всех этапах контролируются специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». Ремонт картами на проспекте Металлургов обещают завершить к концу сентября. Гарантийный срок службы нового асфальта – два года. В Самаре обновляют въезды в город. На южном шоссе установили новую стеллу. Надпись «Самара» водители будут замечать издалека. На всех шести буквах установят подсветку – около 70 фонарей и три прожектора. А также украсят цветами ярко-красной петуньей. Кроме того, на южном шоссе появились четыре топиарные скульптуры на футбольную тематику. Обновить все стеллы на въездах в город должны к концу сентября. Самарская набережная должна стать единой пешеходной зоной. По задумке проектировщиков, в пятую очередь от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК соединиться с другими участками, а также превратиться в благоустроенную зону отдыха. Планируется благоустроить территорию, соединив ее с другими очередями, пешеходными дорожками, не выходя за береговую линию, и максимально сохранить существующую инфраструктуру. По мнению главы города, проект строительства новой очереди набережной может претендовать на финансирование из федерального бюджета, в том числе в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Реставрация памятника Чапаеву начнется в этом году. Уже выбрали подрядчика. Стоимость контракта составит свыше 13 миллионов рублей. Эта реставрация первая в истории памятника. Специалисты обновят сам постамент, мраморную плитку и гранитный пол, а также скульптуру Василия Чапаева и красноармейцев. При этом группу демонтировать с постамента не будут. Предстоит заново изготовить из бронзы, штыки, пулеметы, ремни и шашки. Все работы должны быть завершены не позднее 15 декабря этого года. Проект комплексного благоустройства парка Воронежские озера обсуждают вместе с общественностью. План могут включить федеральную программу «Комфортная городская среда». Один из главных пунктов – сохранить уникальную экосистему. В этом году представители общественной городской администрации уже очистили дно Нижнего пруда, вывезли больше 20 тысяч кубометров мусора, а также высадили липовую аллею и запустили в озеро Карпов. В будущем здесь пробурят новую скважину для подпитки водоемов. По проекту в парке планируется отремонтировать асфальтовые дорожки, установить 70 дополнительных световых опор, оборудовать современную спортивную площадку, отреставрировать скейт-парк, установить сцену и бесплатные общественные туалеты. Продолжается реконструкция заводского шоссе по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Работа на участке в полтора километра идет круглые сутки. На участке трудится больше 50 рабочих, почти два десятка спецмашин, самосвалы, грейдеры, бульдозеры и экскаваторы. Завершена укладка теплотрассы, заканчивается обустройство ливневой канализации, ведется установка опор освещения. К концу недели обещают провести все коммуникации. По плану проезжую часть заводского шоссе расширит в два раза – с 7 метров до 14. Здесь будет по две полосы движения. Завершить реконструкцию заводского шоссе планируется 30 октября.